Россия вела санкции против 322 граждан Украины и 68 украинских компаний. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. У тех, кто попал под санкции, заморозят счета и активы на российской территории, а также запретят им выводить средства из России. В постановлении говорится, что эти меры приняли в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, которые связаны с ограничениями против граждан и юридических лиц России. Кроме того, в документе отмечается, что он направлен на нормализацию двусторонних отношений. Среди тех, кто оказался под санкциями глава МВД Украины Арсен Аваков, экс-премьеры страны Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк, сын президента Украины Алексей Порошенко и генпрокурор Юрий Луценко. Подробнее об этом черном списке расскажет мой коллега, корреспондент РТВ Андрей Ежов. Он сейчас в студии. Андрей, приветствуй. Так, кто же еще попал под российские ограничения? Даша, приветствую. Но список, который опубликовало российское правительство, действительно масштабный, кроме заметных и высокопоставленных украинских политиков, как действующих, так и бывших, о которых ты, в частности, сказала, и родственников этих самых политиков. В санкционном списке также судьи Конституционного суда Украины, чиновники секретариата президента, руководители органов власти и крупных компаний, а также бизнесмены и, собственно, их бизнес. Вот лишь некоторые фамилии. Под ограничительные меры России попал, например, глава «Нафтогаза» Украины Андрей Коболев. Также руководитель частной газодобывающей группы «Буризма» со штаб-квартиры не в Киеве, а на Кипре Николай Злачевский. Глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин. Ну и кроме вот этого вот энергетического сектора, под санкции попали и компании, представляющие другие отрасли. В списке, например, миллиардер Виктор Пинчук и подконтрольная ему инвестиционно-консалтинговая группа «Ист-Ван Групп». Она зарегистрирована в Британии, а не в Украине. Под санкциями также основатель девелоперской компании «Мос Сити Групп» Павел Фукс, агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт», производитель подсолнечного масла «Кернел Холдинг», железорудная группа «Феррэкспа», железорудный комбинат из «Кривого рога», «Украхимэнерго». В общем, список этот можно продолжать еще довольно долго. Примечательно, что в новом российском санкционном списке нет бизнесмена Игоря Коломойского. Его имя, как ты помнишь, в свое время регулярно звучало на российских федеральных телеканалах, а масштаб демонизации этой самой фигуры не знал пределов. Хотя все же некоторые структуры, подконтрольные Коломойскому, под санкции попали. Нет в черном списке России, объявленном, опубликованном Москвой, еще одного крупного бизнесмена из металлургической отрасли и бывшего губернатора Донецкой области – это Сергей Тарута. Не попал под санкции, в отличие от своего сына и президента Петр Порошенко. Комментируя это, в Кремле сегодня заявили, что включение в список украинского лидера было бы запредельным шагом, это сказал Дмитрий Песков. Попавшие в список украинские политики и бизнесмены уже заявили, что российские санкции их не волнуют. Общий тон посланий таков, что включение в российский санкционный список – это, скорее, повод для гордости, а не для разочарования. Но и сам президент Порошенко буквально несколько минут назад заявил, что для него это сродни государственной награде. И, в общем, такое решение Москвы, российского правительства, было ожидаемо. Глава украинского МИДа тем временем Павел Климкин в своем твиттере назвал российские санкции тизером сериала, который призван повлиять на страну в преддверии президентских и парламентских выборов, которые в Украине совсем скоро. В список лиц, в отношении которых введены санкции Москвы, попали также украинские националисты. Любимая тема в Москве, в частности, бывший лидер правового сектора Дмитрий Ярош, нынешний глава правового сектора Андрей Тарасенко, лидер партии «Свобода» Олег Тегнебок и руководитель организации украинских националистов Николай Кахановский. 119 номером в этом большом списке, опубликованном российским правительством, значится некто Евгений Валерьевич Карась, 1964 года рождения. Это украинский галерист, однако в Москве его, видимо, перепутали с тезкой Евгением Карасем из националистического движения «Сич». В общем, вероятнее всего, ошибочка вышла. Ну, вот что значит иметь полного тезкого радикала и более доступные данные. Теперь нужно угадать, я действительно настолько опасен или нас в очередной раз перепутали. Об этом вот господин Карась, который галерист, написал в Фейсбуке уже после публикования сегодняшнего списка санкций. Еще одно для многих неожиданное имя в санкционном списке – это детская писательница Лариса Ницоя. Одна из ее повестей «Несокрушимые мураши», знал ли ты о такой даже, в прозрачно-оллегорической форме описывает военный конфликт Украины, России и боевиков-сепаратистов в Донбассе. Но также Ницоя известна своей непримиримой позицией относительно статуса русского языка в Украине. Нынешний пакет российских санкций, как говорят в Кремле, стал ответом на недружественные действия Украины. Ну а после аннексии Крыма, начала военных действий в Донбассе, Киев ввел ограничительные меры против более чем 1200 российских граждан, почти 500 компаний. Украинские санкции коснулись российских высокопоставленных чиновников, некоторых депутатов, бизнесменов, деятелей культуры, представителей масс-медиа. Некоторых хорошо известных тебе и мне. Этим людям уже больше четырех лет запрещен въезд в Украину. Активы их подлежат конфискации. Но, собственно, меры, по сути, зеркальные сегодня представила Москва. Спасибо большое, Андрей, мой коллега, корреспондент РТВ, Андрей Ежов. О российском санкционном перечне, куда попали украинские граждане и компании. Сейчас с нами на связи украинский журналист Владимир Арьев, который также оказался в черном списке. Здравствуйте, слышите ли вы студию РТВ? Да, здравствуйте. Первый же вопрос, понимаете ли вы, почему попали в этот список, в этот перечень? Нет, ну я понимаю, конечно, как бы у делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. Я, в общем-то, много делал против режима Путина. И регулярно там меня получат на российских пропагандистских каналах, типа Россия-1, показывая, там есть люди, которые, я не знаю их самили, но, скорее, они не особо интересны, которые там регулярно устраивают шоу по поводу того, что же там в Украине. То есть, в Украине, на самом деле, Россия возникает больше внимания, чем в самой России. Вот. И, честно говоря, я не понимаю, почему, вот что они хотели добиться, например, включая очень многих людей в список, которые не имеют ни денег в России, ни имущества, ни бизнеса. Вот у меня никогда ничего в России в списке не было. И с 2008 года я за то, что, ну, не везет. Вот. И поэтому, как-то, для меня это абсолютно безболезненно проходит. Но, тем не менее, я вижу, что этот список прикрепил совершенно другую цель, но здесь никак не санкционно. Ну, а вот как вы воспринимаете то, что попали в список? Уже звучали комментарии сегодня в студии, комментарии политиков, в первую очередь. Многие считают это такой наградой, знаком признания. Вы как считаете? Я отношусь к этому совершенно спокойно. Я знал, что российская власть меня не любит, потому что я защищаю Украину и буду продолжать делать для того же, чтобы Россию управлять. Из Крыма и Донбасса и территориальная целостность Украины была восстановлена в международных признанных границах. И вот я анализировал этот список, почитал его внимательно. У меня такое впечатление, что в Кремле кто-то сложил случайно вместе списки на санкцию и на премию. Поскольку очень много людей, которые занимаются откровенно про кремлевскую позицию, действуют на интересах путинского режима и против интересов Украины. И поэтому я считаю, что это исключительно была такая вот возможность может быть для того, чтобы лекализировать, отбилить свои кремлевские консервы в Украине и сказать, вот видите, вы посмотрите, вот эти вот, на которые там вот эта часть, на которые говорили, что это про кремлевские, а они на самом деле вот в конституционном списке. И, естественно, большинство этого списка, как сказать, люди, которые отстаивают интересы Украины в борьбе с российской агрессией. Это тоже нормально. Поэтому такой технологический момент. Ну, а дело в том, что действительно список летели на скорую руку. Вот ситуация с Евгением Красем, она очень характерна для того, чтобы произошло. Потому что, если бы действительно уточняли, то не было бы таких ляпов, значит, времени было мало. А раз времени было мало, ну, значит, очевидно, если вы тут есть эмоциональное, возможно, составляющее, но сверхотерапия всегда так не ведут. Это, знаете, как недавно реакция Государственной Думы Российской Федерации, которая назвала Украину агрессором. Ну, значит, описывать по принципу сам дурак, в общем-то, оно вызывает только легкую улыбку. Но, к сожалению, что российская власть переходит в какой-то маразматический период. Но, тем не менее, использовали этот момент для того, чтобы внести вот такие вот интересные вещи для отбеливания потенциальных пророссийских элементов, которые действуют в интересах России и Украины. Ну, теория понятна, да. Я уже даже слышала не только от вас. Спасибо большое, Владимир. Журналист Владимир Арьев был с нами на связи. Он, я напомню, попал в список украинских граждан, против которых Москва ввела санкции. А сейчас к студии РТВ по скайпу присоединяется политолог Андрей Колесников. Андрей Владимирович, слышите ли вы нас? Приветствую. Да, добрый день. Как вам кажется, вот эти санкции, которые ввела Россия против Украины, они показные или все-таки реальные? Вот сейчас мы разговаривали с Владимиром Арьевым. Он в списке. Он говорит, что он и так не ездит и не может ездить в Россию. Активов у него здесь нет. Для него это все ничего, по сути, не значит. Я думаю, он не один такой. Хотя, конечно, есть и бизнесмены, которых это напрямую коснулось. Но список огромен. Ну, я думаю, что отчасти показные, отчасти имеющие какой-то даже экономический, может быть, смысл. Потому что, не думаю, что в списке нет лиц, которые бы не имели здесь бизнесов, имущества, счетов. Все-таки хозяйственные связи были очень серьезные все это время до того, как они не стали рваться столь радикальным образом. Но, безусловно, прежде всего, это пропагандистская акция, пиаровская акция. Прежде всего, это продолжение гибридной войны, санкционной войны. Прежде всего, это важно для того, чтобы поддерживать градус напряженности в отношениях между двумя странами. Это индикатор того, что отношения плохие и будут поддерживаться в плохом состоянии, сознательно поддерживаться. Так что, просто это продолжение в общем, боевых действий другими средствами. А как вы относитесь к вот этой любопытной теории? Авторы, которые утверждают, что все-таки список очень разнородный. Есть там люди, которых могли таким образом попытаться обелить. То есть, показать, что они вроде бы как с Кремлем не связаны. Знаете, как правило, за какими-то действиями странными состоит либо глупость, либо недосмотр. Либо просто вот какая-то, не знаю, такое восприятие действительности, а не другое. Сидят люди, копаются в списках фамилий, выбирают их. Сидят люди другие, выбирают компанию, которой нужно подвергнуть санкциям. Изучают открытую прессу, чтобы выбрать кого-то, кто сказал чего-то плохое. Как правило, это происходит случайным образом. Мы этому придаем какой-то обычный конспирологический высокий смысл. Я не думаю, что в этих списках, мне кажется, меньше всего такого конспирологического смысла. Это работа людей, которые занимаются, я думаю, открытой информацией в большей степени, чем хотят что-то такое очень изощренное придумать. Так и с санкциями американцев в отношении некоторых наших деятелей. Там тоже возможны ошибки, и тоже там есть некоторые противоречия между теми людьми, которые хотят наказать одних, а другие хотят наказать других. Есть какие-то высшие интересы. Кого-то трогать, кого-то не трогать. Порошенко не вошел в список, потому что нужно вести разговоры. Тимошенко вошла. Чего она туда вошла, если считается, что она сейчас лидер президентской гонки, и вообще пророссийская дама весьма сложная, готовая, в общем, разговаривать с кем угодно. То есть, вот здесь есть еще несколько таких чисто политических вопросов, почему она попала в этот список. Какие-то высказывания, ну, если на высказывания обижаться, то, наверное, можно этот список расширять до бесконечности. Загадки есть, но я думаю, что не стоит здесь искать серьезную политическую конспирологию. Ну, еще один важный, как мне кажется, вопрос, который остается, почему именно сейчас эти санкции появились? Все-таки Украина довольно давно против России санкций вводит, а Россия сейчас такой огромный список. Ну, вы знаете, как гонка вооружений, когда она была, а сейчас, наверное, снова начнется, такой бесконечный процесс, так и санкционная война, это тоже бесконечный процесс. У него есть этапы, каким-то образом планируемые, а есть просто вот наступило время. Опять же, я не думаю, что это способ там отвлечь внимание от каких-то внутренних наших сейчас проблем, от цен на бензин, допустим, или чего-то еще. Объективно это действует как отвлекающий маневр, но уже такие маневры не сильно мобилизуют общественное мнение. Санкции с обеих сторон стали рутиной, люди мало на них обращают внимания. Все это, кстати говоря, происходит на очень интересном фоне. Сейчас появились данные, взаимные социологические данные Левада Центра и Киевского международного центра социологии об отношении украинцев к России, россиян к украинцам. Эти отношения тяжелые, но не катастрофичные. Больше того... Украинцы стали лучше относиться к россиянам. Добрых отношений украинцев к россиянам, если вглядеться в эти цифры, это действительно рост очень серьезный. В общем, действительно лучше относятся. В том числе, когда идет разбивка по каким-то качествам того или иного народа, русские, россияне, часто говорят о том, что украинцы хитрые. Украинцы ничего плохого про россиян в этом смысле не говорят. Вот на этом фоне это происходит. Но не думаю, что это как-то поменяет общественное настроение всерьез. Спасибо, Андрей Владимирович. Это был политолог, руководитель программы «Российская внутренняя политика» и политические институты Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Тем временем с нами на связь вышла украинский политолог Елена Дьяченко. С ней также обсудим санкции. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Первый же вопрос с точки зрения Киева. Насколько российские ограничения болезненны? Я думаю, что самыми болезненными для Киева будут ограничения касающиеся крупных бизнесменов, собственников больших промышленных, агропромышленных и фармацевтических холдингов, которые, скорее всего, имеют рынки сбыта в Российской Федерации. И очевидно, что предполагается, что они будут оказывать перед президентскими выборами некоторое давление на украинскую власть для того, чтобы эту ситуацию каким-то образом разрешить. Еще одна часть, это, как уже сказали, еще одна часть санкционного списка, это окружение лидеров партии-коалиции Петра Порошенко и Арсена Авакова и часть представителей бывшей коалиции, которые, тем не менее, были активными участниками Майдана, то есть представители такого оранжевого лагеря. Но есть и действительно совершенно случайные, непонятные никому персоны, как, например, я встретила фамилии генпродюсеров трех украинских телеканалов, один из которых чуть не был закрыт недавно со стороны украинской власти и совершенно непонятно присутствие народного депутата от оппозиционного блока, например. То есть есть спорные вопросы и не только судья, судей Конституционного суда, но и глава Конституционного суда Станислав Шевчук тоже фигурирует в этом списке. Елена, как вам кажется, как дальше будет развиваться ситуация? Ждать ли раскручивания этой санкционной истории? Последуют ли новые санкции со стороны Киева теперь? Я думаю, что Киев не будет, конечно же, останавливаться и, как минимум, угрозы по экспроприации собственности, если не компании, которые имеют какие-то связи с Российской Федерацией, то, как минимум, нападки на собственность Украинской Православной Церкви, которую действующая власть напрямую связывает с Москвой и называет врагами народа, они будут осуществляться в таком псевдопатриотическом порыве.